всем привет еще типа игра для программистов называется логик кар я тут два урока сделал решил что больше не буду делать и сделаю это при вас короче короче давайте я нажму stage вот старт какой-то элемент какие-то элементы тут программирование есть вот сейчас будем разбираться так чё тому зон этот мне напрягает если честно вот так вот потише сделаю короче игра только на английском и на корейском это корейская игра она в стиме есть стоит не помню как раз просто была какая-то распродажа и она мне было списке желаемых вот программирование здесь путем составления всяких блоков надо короче я так понимаю заставлять машинки ехать туда куда надо так это обучение короче тут правой кнопкой я зажал кручу верчу скроллом приближаю то такое это короче неважно так давайте первое смотрите вот давайте по удаляем чтоб машину заставить двигать надо вот вытянуть вот такой вот блок и вот так вот соединить то есть будет старт это лог какой-то этот кликаю ну чё это такое еще не разобрался буквально там пять минут посидел и все думаю надо записать видос так вот сейчас мы запустим машинку машинка должна доехать до флага нажимаем сюда и нажимаем вот запустить ну и машина он поехала ура доехала круто следующий этап обучения здесь надо перепрыгнуть но это я тоже решил знаете вот каким способом есть старт нажимаем и тут еще нитро появляется я когда правой кнопкой кликаю на блок это он пропадает давайте я сначала вот сделаю вот так вот нитро включим по идее вот так вот и двигатель запустим а ну-ка что-то пошло не так значит надо наоборот сначала запустили двигатель а потом включили ней трава так наверно нужно работать что-то залог что-то там вроде выводится ну а ну-ка во врубилась нитро машина полетела теперь смотрите 3 3 3 задание тут у нас есть слои какие-то вот я кликнул смотрите вот это я что-то не понял мод какой-то мод ну единичка я думал это направление движения но что-то не получается короче для каждой машины можно выбрать свой слой да ну то есть свою логику вот и на этом я так что-то остановился вот этот ставлю там она давай 30 поставим и что-то не все едут сюда да а надо чтоб одна машина сюда поехала 2 сюда я пока не понял как с обучением тут так себе короче не особо понятно вот и как бы она туда едет и едет и чё делать непонятно так где-то да вот вот смотрите я могу кликнуть на машинки о две машинки и для каждой выбрать свой как бы свой сценарий так давайте попробуем для машины 2 будет второй сценарий 30 чё как изменить направление так и не понял хрен если минус 11 может может быть минус кстати 1 минус 1 давайте-ка я попробую это обучение потом там вроде какие-то уровни есть короче сейчас посмотрим так это номер два сценарий а это номер один ну давай запускаем о круто сработало значит минус это в обратном направлении в но тут вроде наверно аналогичное действие минусом по и сюда плюс сюда а это это а фиг там ходы бакинг лог есть где лог а вот будет показаны текущие данные когда как бы но да будет выполняться да тут получается слот слоев нет значит это надо все в одном слое в одном сценарии сделать соответственно а у нас тут добавились бранч разветвление это что такое какой-то логер двигатель двигатель сенсор ё-моё и условия то есть на надо короче слепить на этом все интересно так о я заметил что зель а да вот смотрите зелененькие соединяется с зелененькими красненькие с красненьким а синенькие синеньким значит вот у нас есть старт запустим движок но если мы запустим машину надо на какое-то условие да водно на брань 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 есть теперь какое-то условие чего-то с чем-то angel сенсор какой-то сенсор сенсор угла 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 наверное угол наклона да а он зелененькая зелененьким наверное условия надо так если сенсор и чё а вот б а вот какое-то условие если сенсор а вот непонятно чем показывает но наверно тоже плюс и минус да по идее это если в эту сторону наверно плюс а тут минус ну наклон угол наклона ну по идее да если 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 угол будет будет а вот вот это наверное условие сюда короче если угол если выполняется это условие труда а ну тогда вот тогда по идее вот что должно быть то мы двигаемся вперед а если не выполняется условие то по идее наверное так что вот это залог куда его можно втулить а ну давайте я попробую сюда давайте еще попробую вот сюда не что-то не то тут а зелененькая только зелененький убираем а куда еще можно можно наверно вот сюда втулить давай-ка это уберу вся правой кнопкой кликаю на этом соединении она убирается и везде локт короче что-то тут с обучение с обучением не очень давай везде локт прокликаю еще локт сюда вытяну вот такая вот игра для программистов я подозреваю что тут в какой-то игре уже было что поля может не хватить так ну вроде бы вроде все четко так так давай запускаю о работает а где логирование честно говоря я с логированием не понял ну да ладно идем пятый там по моему пять обучалок пять уровней обучения дальше уже пошли да вот следующего нет так чё тут надо сделать тут надо а наверно надо поехать потом если у нас будет угол наклона больше то надо врубить нитро ну походу да так чё мы делаем не подожди а арифметические операции а зачем тут арифметические операции так давайте ка я пока сделать следующее мы едем потом двигатель вот мы запускаем поехали поехали потом будет такое условие если если вот сенсор так не нам не операции надо но тут почему подожди кондишна луп и еще луп а зачем арифметическая операция смотри тут можно вот так вот зациклить короче странно и чем не делать ладно давай пока так не подожди наверное наверное вот так вот запускаем дальше будет условие а вот короче идёт сюда вот так вот дальше если больше если угол наклона короче пошёл то а вот true false да вот так вот вот так вот если ровно ну да мы запустим нитро только если что то я тут намудрил ну вот ну да но вот он едет 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 походу надо зациклить как там в примере было так а давай-ка я добавлю этот логер потому что что-то тут не то вот написано в примере вот так да вот да вот смотри и логер идет сюда давай вот а тут сенсор вот сюда а кто-то что логировать короче сиди я сам открою ну и ничего не происходит а где логирование вот где он выберу машину о branch input value crop тот один что-то что-то нет нет а ну-ка давай я перезапущу странно короче надо думать так но я же вроде сделал все как надо смотри а тут инжайль блин вот так она идет сюда сюда ну вот инжайл логер давай логер вот сюда дыг 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 а вот этот логирует вот она угол минус 71 под углом минус 71 я залетел в воду получается а вот эти галочки зачем вот непонятно непонятно короче надо на машину кликнуть а можно и без лога что ли ой короче этих пример короче а чё надо вообще сделать давай дальше смотри тут есть почему-то вот это было до арифметическая операция такая для чего она что с ней делать так давайте наверно по простому это и уберу 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 давайте просто старт запускаем двигатель и врубим нет работ ну по идее что ну так и должно наверное нет где-то подвох так врубилась нет рату ли ту ли ту ли опача получается только пошел наверх и и нет разоглохла или наверно у nitro есть какое-то время которое на работа это потом все короче что-то надо думать но это по-любому надо запустить запускаем машину дальше какое-то условие какое а ну да вот двигатель работает какое-то условие а ну все ну блин не вот это вот смущает почему там было внутри arithmetic operation зачем она мне кажется и с этим получается если угол давай соединим если угол угол давай равно если нет зачем больше если угол больше то то запустить nitro правильно у нас что-то не работало а наверно надо зациклить подожди она них не хочет циклить вот а вот это зацикливает подожди так а как мне эту доску а вот доску я никак не могу уменьшить вот такая вот загогулина короче смотрим получается если я зациклю это все то есть угол больше true то сработает nitro иначе давай везде лог включим кликнем на машину поехали блин нитро сразу врубилось а почему true а больше а так оно сразу больше ё-моё больше b больше нуля ой подожди а какой там был угол а ну ка еще раз где да ноль двадцать семь он больше все не катит это это не катит значит ну блин давай вот так вот поставим один 103 как ерунда сколько давай поставлю пять вот он едет едет есть прошли получено достижение так но это я прошел эту обучалку е-мое а тут надо перепрыгнуть о вот есть airbob боб бурстер это чё все это а это наверное значение какие то а это чё логические операции а and or офигеть короче да вроде такая какая то кривая с виду игра с другой стороны есть над чем помозговать я могу выбрать а это дерево не не кликабельно да ладно а вот давай инвестигейш так топов скрин юка а где мне кликнуть а вот короче сотрите заходим режим редактирования вот есть кнопочка типа исследования и я могу кликнуть смотри-ка на машину смотри слева свойства двигается масса у него как это фрикшен трение или чё хрена знает вот дерево а а пропай был это короче уж на все можно посмотреть и какие-то свойства получить ну хорошо и чё дальше сенсор есть какой-то определяет дистанцию между машиной и объектом который помечен как об обстайку а получается что вот он да а ну еще раз а из а я понял из рубая был короче есть объекты вот он короче помечено из обыстайку надо глянуть чё на в переводе ну а что ты мне показываешь вот внизу квадратик красненький непонятно ладно ладно давай 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 попробуем ай блин так не выведешь давай лоб за вот так вот сделаем а ну-ка если я подожди на это не кликну на машину кликну а так чик чик запустил старт от не нифига значит мне надо как-то как-то чё тут зелененькие зелененькие мы помним соединяются с зелененькими а вона ночи я короче мне надо вот этот сенсор куда-то его надо сейчас втулить куда его втулить абсолютно какое-то значение давай проверим как работает вот эта вот штука форвард давай давай вот так вот сделаем это это по идее подпрыгнет да а ну-ка бумс ой 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 не туда он подпрыгнул а даунворд давай есть короче и все да оно один раз выполняется надо короче зациклить и он будет прыгать ну давай за цик а вот так вот не зациклишь надо надо где-то бранча вот она угу вот так вот бранчу давайте зациклим так чтобы чтобы оно прыгало а чтобы оно а чтобы зациклить во вот так вот можно смотри во он будет ехать и прыгать это я разрушу а может так прокатит еще проверим есть отчеты не прыгаешь вот идиот ну вот же должно false тут должно быть она нам не зацикливается потому что все время true давай вот так сделаю но подпрыгнула branch input карат тогда короче нас так надо короче подумать короче эту решу и все дальше не будут что-то уже время сколько ох уже 20 минут пишет так что надо сделать давайте думать старт но это по-любому дальше двигатель и лежа вот так вот а потом какое-то условие где эти условия вот она так и что в этом условии где этот сенсор вот это до форварда впереди если что-то впереди давайте тут условия не это вот если что-то впереди какая-то дистанция должна быть давай-ка я давай-ка я вот так вот сделаю вот буду логировать дистанции по идее она должна логироваться до короче вот так давай запустим выберу машину а 40 то есть от машины сначала до вот этого пинька было 40 но пусть там метров 40 метров а как бы сделать так чтобы она все время выводилась наверное давай а вот так вот фол сделаю по идее вот этот цикл будет по идее должна инфо обновляться ну-ка выбираем машину запускаю 40 блин чат она не зацикливается какая-то фигня происходит давай тут еще вот поставлю но странно я как бы и в этой в этой же там делу было показано да там там что вот так вот можно зациклить вот я зациклил ну и почему не обновляется информация может то божина какая-то но то смотри условия а больше б ну больше б да там и и 40 и 10 метров короче давай еще раз по полу выбираем машину это музыка давай чуть тише с ним вот так что-то короче она не обновляется тру все время тру 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 не перетру ну ладно давай но в принципе вот расстояние вперед мы знаем если а больше б да ну давай если а это будет расстояние а давай меньше сделаем например меньше 30 вот так вот попробуем если меньше 30 то как там было по моему так вот да тут а подпрыгнуть наверное давай сделаем вот почему ухты подпрыгнула е сделал от почему вот здесь обновлялась смотри-ка по не могу понять почему в одном случае вот в этом случае не Some ты 거대ковной обновляется вновляется а потом перестала обновляться почему она перестала обновляться потому что выполнилось это условие и мы подпрыгнули но если не выполнилась до должна быть условие что больше нуля все понятно она не зацикливалась потому что у нас а было всегда больше нуля все и понятно то есть по факту изначально было как вот так вот если а больше нуля соответственно это условие выполнилось true и чук условия выполнилась и не было зацикливания теперь все четко и все понятно теперь мы можем сделать вот так вот смотрим если а меньше нуля то есть будет все время фолкс и будет постоянно вот будет происходить цикл давайте посмотрим запускаю вот и понеслось информация обновляет оп-оп-оп короче давайте если если меньше пяти тогда прыгай вот так поехали меньше пяти меньше пяти есть перепрыгнул круто но подожди это обучалки прошел так оу 7 давай 8 пас сейчас прокликаю что тут за уровне есть и думаю все мы в целом вам понятно что за игра не понял а тут что за задание коробочку надо взять это измывай был коробочка может двигаться а чё у нас тут есть а это сенсор ухты ту нам бар короче тут есть начал голову поломать но т.ф. что такое т.ф. давайте проклацем на следующий уровне посмотрим 10 а дальше недоступно по ходу ох ты ё-моё это по ходу надо прыгнуть еще попасть на эти бочки еще дальше интересно получается получается логической операции не я подпрыгну но я конечно такое перепрыгнуть не смогу наверное надо что-то построить из этого а как его построить это двигается типа по по короче странно я не знаю что тут делать но в целом я думаю вы поняли что сделать по идее ничего сложного буквально пять минут и вы решите эту задачу думаю все обзор уже длится 32 минуты поэтому принципе вот такая вот игруля можно прийти после работы и по залипать в решении этих логических задач хотя как показывает практика после рабочего дня как-то не хочешь с этим всем заниматься но иногда почему бы не но на сегодня все всем спасибо за внимание подписываемся подписываемся на трех каналах рутуб youtube и анекзен ставим лайки обязательно пишем комментарии потому что очень важно чтобы видео продвигалась а если там будут комментарии лайки еще будет делиться конечно же видео будет набирать популярность а если будет видео набирать популярность то и рост канала бы а в этом заинтересованы все ну я так думаю вот ну теперь точно все всем спасибо за внимание и все такое всем пока